Вико может быть все и пойдет прахом, но это будут деньги. Это означает миллионы долларов за монету. Я надеюсь, что у тебя их немного найдется. Доброе утро, добрый вечер, добрый день, где бы ты ни был, когда бы ты ни был. Спасибо, что смотришь мои видео. Меня зовут Джереми Довинчи. Я застрял в трубе 5 на 5, чтобы выжить здесь, в Дубае. С тобой и твоей семьей все хорошо. Чувак, сейчас прекрасное время для того, чтобы заниматься криптографией. Я надеюсь, тебе нравятся взлеты и падения. Рынок всегда растет, но когда он падает, это просто означает для тебя возможность купить актив, который будет приносить деньги. Это означает, что он будет стоить очень дорого не только в долларах, забудь о долларах. Если ты выйдешь на улицу, купишь и потратишь один биткоин, это будет очень много, и в будущем ты сможешь покупать огромные особняки. Так что убедись, что у тебя есть биткоин. Не каждый миллионер не сможет его получить. С учетом сказанного, ты можешь купить немного биткоинов за 2 бита. Ссылки на davincij15.com приведены в описании ниже, и если ты зарегистрируешься, то сможешь присоединиться к моей личной группе. Все в порядке, монеты-мемы. Все в порядке. Почему мемные монеты могут создать легальные мины о поле для знаменитостей? Мама, папа, мемные монеты, созданные или продвигаемые знаменитостями, могут принести огромную прибыль и привлечь внимание, но также могут привести к серьезным юридическим ошибкам, которых следует избегать. Да, вот в чем дело, верно? Это действительно просто, не так ли? Потому что, как ты знаешь, только в мае было выпущено более 500 токенов. Да, подумай об этом. Было выпущено 500 монет с мемами. Количество предложений монет с мемами резко возросло, отчасти благодаря pump. Это весело. Теперь любой желающий может легко создать символ токена, загрузить изображение и запустить монету с мемами. А благодаря социальным сетям и трендовым ботам, монетам с мемами стало еще проще, чем когда-либо выходить на рынок и приносить огромную прибыль. Это правда. Это чистая правда. Я постоянно получаю сообщения от людей, которые пытаются убедить меня поддержать их мем-монету, и ты знаешь, что некоторые из них я делаю, верно? Как, например, Бред, верно? Бред отлично поработал, и мы, вероятно, собираемся сделать гораздо больше. И да, или даже вафли, не так ли? Да, сейчас у него перерыв, но он вернется в атаку, и мы посмотрим. Мы увидим, что у некоторых монет дела идут хорошо, а у некоторых не очень, верно? Надеюсь, я буду приносить тебе только те монеты, которые будут хорошо продаваться. У руководства нет никаких гарантий, но я сделаю все, что в моих силах. Учитывая все это, неудивительно, что сейчас мы наблюдаем новую волну знаменитостей, которые прыгают в криптопространство со своими собственными токенами. Да, конечно, деньги. И с огромным притоком новых мемных монет знаменитостей, также возникает множество юридических рисков. В общем-то, я прочитал все это, просто если они тебе врут, это может привести к серьезным последствиям. Хорошо, для усиления эффекта. Да, только не смейся, ладно? Не давай обещаний, которые не сможешь сдержать, хорошо? Почему биткоин стоит особняком? Вот основные моменты из вдохновляющей речи генерального директора Strike на BTC Prague 2024. Интересно, я собираюсь прочитать здесь одну небольшую часть. Мюллер объясняет, что основное различие между биткоином и другими криптовалютами заключается в использовании доказательства работы. Согласно Мехлос, биткоин единственная крупная криптовалюта, которая использует Proof of Work. Механизм консенсуса, критически важный для обеспечения доверия и безопасности, не полагаясь на доверенную третью сторону. Мюллер приписывает важность Proof of Work Сатоши Накамото, который заявил, что это единственное решение для создания одноранговой сети. Одноранговые электронные деньги работают без доверенной третьей стороны. Хотя я и согласен с этим, есть много разных способов превратить биткоин в успешную одноранговую систему наличных денег, электронных денег или электронного благосостояния. Если вы хотите сказать, что это не наличные деньги, что бы вы ни знали, они могут быть переведены любому мгновенно по всему миру. И знаю, что этим нельзя манипулировать или управлять с помощью процесса, говорящего, хорошо, но что же ты не можешь, ты не можешь это использовать. Этот человек может им воспользоваться. Ты же знаешь, что они могут забрать все твои деньги и так далее. Такую надежную защиту обеспечивает не только добыча полезных ископаемых. Это еще и тот факт, что они не проводили никаких хардфорков. Это очень важно. Абсолютно важно. Потому что если бы майнинг существовал и мы могли бы проводить хардфорки, то именно они стали бы ненужным майнингом. Почему? Потому что ты мог бы просто изменить код так, чтобы у этого человека не было этих биткоинов, или чтобы эти биткоины не исчезли, или чтобы эти биткоины были плохими. Так что мы собираемся сделать их легальными. И кстати мы просто добавим еще несколько биткоинов. Вот почему тебе не нужны хардфорки. Хардфорки это очень плохо для биткоина. И это еще одна причина, по которой биткоин на самом деле является королем. Никаких хардфорков. Есть еще несколько причин, но это всего лишь еще одна причина помимо майнинга. Хорошо, вот прогноз цены биткоина, может ли биткоин достичь миллиона к 2025 году? Ну что же, это вполне возможно. Это просто маловероятно. Он ведь может это сделать, не так ли? Поскольку ты знаешь, что такое потеря, ты понимаешь, что это актив, который очевидно понимают все, например люди на самом верху, но это не все, а люди на самом верху. Люди, у которых есть деньги. Биткоин, независимо от того падает он или растет, все они понимают, что и, знаешь что, если мы сделаем это, то этот актив будет фиксированным, справедливым и честным. Так что мы все решаем, как лучше всего вложиться в это, не гоняясь за ценой. Так что им придется это сделать. Они должны управлять ценой так, чтобы ты мог им это продать. И еще. Да, именно этим они сейчас и занимаются. Так что они не допустят, чтобы дело дошло до миллиона долларов, верно? Если только что-нибудь не случится с их валютой. Биткоин предлагает экономическое бессмертие. Цена каждой монеты, проданной Майклом, достигнет 10 миллионов долларов. Да, вероятно, это намного больше, потому что богатство хранится не только в долларах, но и во многих других активах, которые этого не делают. И которые очень опасны для вашего долгосрочного богатства, потому что оно только создается. Оценка существует за счет денег печатать, верно? Майкл Сейлор, исполнительный председатель и соучредитель компании Микростратеджи, занимающийся бизнес-аналитикой, недавно рассказал о преимуществах биткоина. В том числе о том, что он может достигать 10 миллионов долларов за монету, и что вся нация Китая поддержит криптовалюты. И 84-хутное интервью для подкаста. Я не смотрел это интервью для подкаста, но я обязательно посмотрю его сейчас, и хотел бы предложить вам это сделать. Ссылки на это есть в описании ниже. Хорошо, просто начните с биткоина. Как я уже сказал, да, цель ясна. Мы почти у цели, не так ли? Осталось 3 доллара с минусом, на самом деле может быть 2. И мы точно попадем в цель. Это прискорбно. Я надеялся, что мы получим более ранний отскок, не так ли? Может быть какие-то линии поддержки и были, но знаешь, мы просто удерживали их некоторое время, а потом понимаешь, они начали разрушаться. Так что сегодня мы вероятно увидим падение на уровне 61. Эфириум, эфириум явно нацелен на уровень в 3200 долларов, возможно даже ниже. Давай взглянем на некоторые уровни Фибоначчи и посмотрим, что у нас здесь получилось. Давай посмотрим здесь. Таким образом, 61,8 должно быть, да, ну по крайней мере на отметке 3200, может быть 24, как в этом районе. Так что это хорошее место, где мы могли бы увидеть отскок, верно? Мы могли бы увидеть некоторое сопротивление. Предыдущее сопротивление, которое теперь будет поддержкой, и мы посмотрим, удастся ли ему отскочить от того уровня, который я выделил. Он может отскочить даже раньше, чем 61,8. Все в порядке. Потому что вы видите здесь нисходящую тенденцию. Так что не удивляйтесь, если мы действительно отскочим. Если мы действительно опустимся здесь до 261,8, мы немного подпрыгнем, как дохлая кошка, прежде чем вернемся к перепровертию эту область. Ладно, на сегодня все. Я надеюсь, тебе понравился сегодняшний эпизод. Я знаю, что мне понравилось, и мы увидимся с вами завтра, ребята. Будь здоров. Будь здоров.